Жить нужно посредством. Пожалуй, это было самой популярной фразой при рассмотрении вопроса формирования бюджета региона на 2015 год. Чиновники говорили о том, что пояса нужно затянуть, ввиду сложной ситуации в экономике страны. Однако свои пояса они, видимо, в виду не имели. На сайте госзакупок за последние дни появилось сразу несколько любопытных документов. Например, областная дума заказала к Новому году для депутатского корпуса сувенирную продукцию. Приволжский ювелирный завод изготовит для парламентариев 15 серебряных подносов, 10 серебряных салонок и 42 серебряные ложки. Стоимость этой сувенирной продукции – 200 тысяч рублей. Кроме того, в конце года дума порадовала себя новым автомобилем за миллион рублей, мебелью и канцтоварами с думской символикой. Какие подарки принесет Дед Мороз исполнительной власти пока неизвестно. Зато в интернете бурно обсуждают так называемые губернаторские приемы, которые обойдутся бюджету более чем в полмиллиона рублей. Мероприятий будет два. Одно для общественности, другое для чиновников. Проще говоря, за счет государства не самые бедные люди сытно и весело отметит корпоратив. Правительствует комментария на камеру отказались, но пояснили, что приемы благотворительные. То есть потраченные полмиллиона окупятся с лихвой, ведь вход на мероприятие будет стоить 15 тысяч рублей. Собранные деньги отправят в детские дома региона. Общественник Андреев Танеев уже подготовил петицию и собирается отправить ее в администрацию президента. Чиновникам он не доверяет. Кто будет собирать деньги, как они будут распределяться. То есть это такое ощущение, что они сейчас 600 тысяч государственных денег бюджетных потратят, а еще к этому соберут по 15 тысяч приглашенных людей и тоже куда-то их потратят. То есть совершенно темная закрытая схема и вся эта история с благотворительностью, мне кажется, придумана для того, чтобы спрятать концы воду и не будировать, не будоражить людей.